Здравствуйте, меня зовут Ирия Милия, это новый проект на телеканале ТНТ Интернешнл, настоящее автомобильное реалити-шоу Автоподбор. Меня зовут Валерия Рымарева, помогаем сделать выбор реальным людям. Выбор нового автомобиля в огромном списке возможных вариантов. И сегодня мы вместе отправляемся в автосалон Киа Моторс на уручье и поможем нашему гостю выбрать автомобиль согласно всем его пожеланиям. У меня есть чертова дюжина 13 тысяч долларов для того, чтобы обзавестись верным и надежным автомобилем. Под Киа Фотово располагается бензиновый турбиновый двигатель 1,4 литра. Если честно, это, наверное, самая такая драйвовая машина, которую я когда-либо тестировала. Автомобиль стал технологичнее. Думаю, это, безусловно, оценит молодое поколение, это современно, прогрессивно. Прямо кричит, шпорь меня, дай дай джазу. Пожалуй, нужно ехать оформляться. Добрый день, Влад. Илья. Влад. Очень приятно. Влад. Итак, расскажите, почему вы к нам пришли. Почему, во-первых, именно салон Киа, может быть, есть какое-то мы вас доверили или, наоборот, какая-то ассоциация с этим брендом. Какие автомобили у вас были? Какой опыт вождения в целом? И чем вы занимаетесь по жизни? Ну, за рулем я с 2002 года, и у меня за мой стаж вождения был пятилетний перерыв. Салон Киа вызывает доверие, потому что прямо в день моего 30-летия мы здесь забирали предыдущее поколение Рио для моей бывшей уже супруги. И она сейчас на нем ездит, и я там периодически ездил на этой машине, и мне все очень нравится. И плюс мне еще очень нравится, как в Киа выстроены все процессы. Там продажи, гарантийное, постгарантийное обслуживание. Работаю в IT-компании вот еще несколько дней буквально. Топ-менеджер в IT-компании. И после этого у нас с ребятами есть свой стартап. У меня есть чертова дюжина 13 тысяч долларов для того, чтобы обзавестись верным и надежным автомобилем. У меня целый ряд есть требований, которые я сам себе сформировал. Это, во-первых, он должен быть красивый и милый по дизайну, он должен быть комфортный, он должен вызывать только позитивные эмоции, и желательно, чтобы он был какой-то такой драйвовый, чуть-чуть динамичный, и чтобы я не уставал долгое время, находясь за рулем. Хорошо, давайте попробуем что-нибудь выбрать для вас, согласно вашим пожеланиям. Да, давайте. Сразу финансовый вопрос. Скажите, готовы ли вы рассмотреть какие-то кредитные программы, программы рассрочки? Да, я готов. Ну что ж, пойдемте? Да, пойдем. Итак, Влад, рекомендую посмотреть вот такой вариант. Это Kia Rio X-Line. Основным преимуществом в этом автомобиле является его высокий дорожный просвет, что составляет 195 миллиметров. Еще одним дополнительно приятным бонусом является его стоимость. 29 200 белорусских рублей. То есть мне практически хватает. Почти, да. Мы в вашем бюджете, то есть небольшая может быть финансовая поддержка, и вы можете себе позволить этот автомобиль. Чтобы была максимально ясная картина системы автомобиля, я предлагаю сейчас присесть в нем, посмотреть, разобраться, потрогать, пощупать все на деле. Давайте. Пожалуйста. Предыдущее поколение Rio для моей уже бывшей супруги мы забирали в этом салоне, и там я водил эту машину. И, в принципе, Rio создает положительное впечатление, и она вот уже сколько лет приносит только приятные сюрпризы. Я все-таки склоняюсь больше в сторону именно совсем легкового автомобиля, потому что это комфорт, это ты меньше устаешь, тебя меньше трясет, вот. Плюс я люблю путешествовать и зимой и летом. Я люблю ехать на дальняк куда-нибудь и в паркетнике, особенно в равном внедорожнике я однажды ездил. Дальняк, конечно, вызывает некий дискомфорт. Понятно. Окей, хорошо. Влад, учитывая ваши пожелания и предпочтения в предыдущем экземпляре, я сейчас привел вас именно к этому экземпляру. Это Kia Sportage, излюбленный нашими белорусами автомобиль, он так хорошо себе зарекомендовал на рынке, и поэтому предлагаю его сейчас рассмотреть, поскольку здесь, во-первых, автоматическая коробка передач, во-вторых, этот автомобиль может быть на разных двигателях, на 1,6, а также на мощных 2,4 литра, полный привод опять-таки. Ну и тот опционал, который вам был необходим при просто повседневной езде, здесь все это включено, здесь можно просто сесть и погрузиться в комфорт езды, неважно, в городе, за городом и так далее. Вот этот автомобиль тоже как бы... В этих же плюсах есть, с моей точки зрения, лично для меня некие минусы, связанные с тем, что, во-первых, он слишком популярный, он есть сейчас практически у каждого. Вот, это первый момент. Второй момент, что мне не нужен ни внедорожное свойство, не нужен ни полный привод. Этот автомобиль для меня слишком большой, потому что 99,9% времени я буду ездить один. Я прямо с большим удовольствием хочу вам предложить новую версию третьего поколения Ceed. Это Kia Ceed. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Итак, новый Kia Ceed у нас доступен в таких моделях, как универсал, пятидверный хэтчбэк и новейшая модель Pro Seed. Очень здорово, что именно сегодня на тесте у нас есть возможность протестировать Kia Ceed, но с самым мощным мотором в топовой комплектации с мощностью 140 лошадиных сил турбированный мотор. Компания Kia представила третья по счету поколения модели Ceed. Теперь это аббревиатура Community of Europe with European Design. Без апострофа, что обозначает автомобиль для европейского сообщества с европейским дизайном. И неудивительно, ведь новый Kia Ceed – это автомобиль с претензией. И, возможно, именно новый Kia Ceed и сможет стать самым инновационным автомобилем в своем сегменте. Кстати, важно отметить, что три модели в семействе Ceed достойны престижной премии Red Dot Awards в 2019 году именно за счет своего дизайна. Это пятидверный хэтчбэк Ceed, это универсал спортсвеген, и это новейший Pro Ceed в своем оригинальном кузове. Kia Ceed – компактный городской автомобиль, привлекающий внимание своим прекрасным ярким экстерьером, комфортным салоном, управляемостью, что немаловажно, доступной ценой. Kia Ceed – это яркий, стильный, статусный автомобиль, который также будет подчеркивать статусность своего владельца. В первую очередь нам бросается в глаза эта стильная, солидная решетка радиатора, которую также сравнивают с улыбкой тигра. Здесь она приобрела такое хромированное очертание, хромированную окантовку, и в сочетании вместе с LED-фарами и дневными световыми ходовыми огнями, которые также сравнивают как в лединке льда, передний вид автомобиля приобретает такую очень выразительную и динамическую силу характера. Автомобиль у нас на 17-дюймовых литых дисках с алмазной огранкой и на спортивной мишленовской резине, которая очень славится своими характеристиками. И эти характеристики мы сегодня как раз таки и попробуем на все 100%. Зеркала автомобиля с электроприводом, что позволяет автоматически их складывать с повторительными поворотами. Автомобиль получился очень стильным, харизматичным, в нем прекрасно сочетаются всяческие интересные дизайнерские идеи, плавность линий, и все это соответственно влияет на узнаваемость автомобиля в потоке. Также обращаю ваше внимание на эффектный дизайн задней оптики. Автомобиль получил, конечно, и задние парктроники, и камеру заднего вида, которая у вас проецируется на дисплее. Автомобиль радует качество материалов, которыми он отделан как снаружи, так и внутри. Глянцевый пластик, хромированные вставки, все эти элементы создают, опять-таки, вот это богатство, в хорошем смысле этого слова, экстерьера автомобиля. И завершает это все стильная такая интересная рельефная крыша багажника. Мы уже говорили, что новый Kia Ceed – это прекрасный вариант именно для городских поездок. Это компактный автомобиль, но, несмотря на свою компактность, у него достаточно вместительный багажник. По своему объему он составляет 395 литров при своем стандартном положении, и с помощью разложения спинок заднего ряда его можно увеличить до 1291 литр. Ну, согласитесь, внушительно. Под капотом располагается бензиновый турбиновый двигатель 1,4 литра объемом и выдающий потенциал 140 лошадиных сил. Обратите внимание, что для того, чтобы попасть в салон, нам теперь не нужен ключ. Система без ключевого доступа стала очень популярной в последнее время, и очень здорово, что Kia Ceed не исключение. Начнем с удобства для водителя и отметим очень качественные сидения, которые имеют сложную конструкцию в плане регулировок и тем самым позволяют максимально комфортно построить под себя сидения. Плюс эти сидения также имеют функцию подогрева, причем трехуровневого, и вентиляцию. Отдельное внимание заслуживает новое многофункциональное рулевое колесо, которое приобрело более острые очертания. Это кожаная обивка, очень приятная на ощупь. И, конечно же, это кнопки управления именно на руле и мультимедией, и блютузом, и круиз-контролем. Очень удобно и позволяет, опять же, не отрываться от дороги во время движения. Плюс я всегда мечтала, чтобы в моем автомобиле была такая функция, как подогрев руля. И очень здорово, очень приятно, что Kia Ceed такую опцию нам дарит. Находясь за рулем новой Kia Ceed, чувствуется, что все сделано с любовью к водителю. Это и центральная консоль, которая повернута в сторону водителя, и тем самым доступ к кнопкам гораздо легче и понятнее. Плюс это, в принципе, такое горизонтальное, понятное расположение всех кнопок управления системой. То есть у нас в верхнем сегменте управление мультимедией, в нижнем сегменте у нас все, что связано с климат-контролем и всевозможными подогревами. Далее очень стильно смотрятся такие отдельные турбины для тахометра и спидометра. Отдельное внимание заслуживают, опять же, хромированные ставки по всему салону. Это очень стильно, очень ярко и выразительно. И в целом, когда вообще трогаешь любой элемент в салоне, чувствуешь, что это действительно очень качественный материал и очень приятный на ощупь. Очень здорово. Здесь продумана каждая мелочь. Это и наличие такого бардачка, это и подстаканники, это всевозможные выходы USB, AUX, зарядки. Конечно же, невозможно не порадоваться наличию зеркальца, причем большого зеркала. Но самая фишка салона, это, конечно же, люк, который позволяет нам сделать этот мир светлее, особенно в последние серые и тусклые дни. А пассажирам заднего ряда в новой Kia C тоже очень классно. Во-первых, у меня есть место над головой. Во-вторых, место для ног у меня позволяет даже одеть высокий каблук. В-третьих, это все тот же качественный стильный салон и интерьер. Все те же качественные материалы, это те же хромированные ставки. Плюс у нас имеется двухуровневый подогрев сидений. Опять же, это карманчик для хранения мелочевок. Это возможность самому себе регулировать потоки воздуха. И, конечно же, это наличие центрального подлокотника. Очень здорово, и мне кажется, что я бы с удовольствием быть даже втроем, бы поехала на дальнее расстояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень радуют материалы отделки, как экстерьера, так и интерьера салона. Кожа, прострочки, все приятно на ощупь. Действительно качественно это сделано. Это вот эти мелочи, которые создают, опять-таки, впечатление об автомобиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный дисплей, который позволяет пользоваться всем, что есть в автомобиле. Как камерой задней вида, так и, в принципе, инвегиационной системой. Радио, мультимедиа и так далее, так далее. Возможность подключения мобильного устройства. Управление им же через сам дисплей. В общем, тоже достаточно приятная опция. Немаловажным фактором лично для меня является и звук, который установлен в автомобиле. Не только вообще в принципе. Для меня это такая, скажем, важная деталь. Здесь установлен хороший качественный звук, который можно еще и подстраивать под себя. Акустическая система JBL. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гораздо увереннее чувствуешь себя за рулем автомобиля, когда знаешь, что все предусмотрено от и до с точки зрения пассивной и активной безопасности. Новый кейсит – это как раз таки об этом. Это семь подушек безопасности, это система автономного управления второго уровня, плюс это различные опции, помощники водителю для предотвращения каких-то столкновений, и плюс это ассистенты в парковке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В наших широтах, естественно, немаловажным является и наличие зимнего пакета в автомобиле. Здесь он присутствует, слава богу. Здесь есть всевозможные подогревы руля лобового стекла, причем не просто обдувом, а именно электроподогревом, потому как лобовое стекло пронизано микро-ниточками, которые позволяют в мгновение разморозить уже в холода и в какие-то прям жуткие морозы за считанные секунды то самое лобовое стекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам очень повезло, так как сегодня на тесте мы тестируем самую мощную, такую самую топовую, самую заряженную Kia Ceed с турбированным мотором с мощностью 140 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Если честно, это, наверное, самая такая драйвовая машина, которую я когда-либо тестировала. Мне действительно ее прям очень хватает. Отдельное такое спасибо и респект трансмиссии, потому что очень четко переключается передача, очень понятно, очень быстро и без каких-либо рывков. То есть все предельно понятно и прям чувственно. И действительно это правда, потому что автомобиль разгоняется до сотки за 9,2 секунды и при всем при этом у нее, опять же, заявлена очень высокая экономичность. Это расход всего лишь там 6,1 литров. Ну и вот сегодня, катаясь по городу, у нас 8,8. Это с тем, что, опять же, у нас максимально все работает, максимально все подогревается, так как на улице действительно холодно. Прекрасная шумоизоляция автомобиля. При езде я абсолютно не отвлекаюсь ни на какие-то сторонние звуки. Двигатель работает ровно, тихо. Меня абсолютно вообще не беспокоит, где он, как он работает. Я просто наслаждаюсь ездой и мне это доставляет неимоверное удовольствие и кайф. Прекрасная подвеска, причем сбалансированная подвеска, потому как она в меру жесткая, но эта жесткость, она тоже правильная. Она важна здесь, потому что автомобили заряжены, да, и при каких-то маневрах на скорости автомобиль сохраняет свою устойчивость на дороге. И, опять-таки, это приятно сказывается на управлении автомобилем. Итак, мы протестили автомобиль в различных режимах скоростных. И могу сказать, что автомобиль настолько сбалансирован, что все, что тебе необходимо, это просто понять, в каком формате или в каком скоростном режиме ты хотел бы и тебе комфортно было бы передвигаться. Если ты просто хочешь городской простой и уверенной езды, то это один момент. Если тебе хочется немного драйва притопить и получить те самые эмоции, пожалуйста, мы включаем спорт режим и автомобиль дает тебе те ощущения, которые ты хочешь. У автомобиля есть также приятная опция адаптивная круиз-контроля, что позволяет автомобилю самостоятельно держаться в полосе, корректируя свое положение в ней. Не можешь не радовать также тормозная система автомобиля, которую ты сразу чувствуешь. Тебе всего лишь немножечко стоит нажать на педаль, как тормозная, как автомобиль становится практически колом. И это очень хорошо, потому что ты понимаешь, что автомобиль податлив. Где-то автомобиле все-таки надо прилагать некие усилия, для того, чтобы почувствовать тот самый уже контакт, чтобы понять, как вести себя с автомобилем на скорости. Здесь ты понимаешь, что автомобиль полностью надежен, да, в этом плане. И стоит тебе только-только немножечко нажать, и вот тот результат ты уже сразу получишь. Подводя итог, новый Kia Seed – это компактный маневренный автомобиль, в котором очень органично сочетается и яркий эпатажный статусный стиль, и очень классные динамические характеристики, и высокие технологии. Это прекрасное решение, это действительно классная и приятная машина. Звук потрясающий. Держит встроенный эквалайзер, что помогает индивидуально настраивать звук. Слушай, очень тихо, ты знаешь, вот имея опыт владения другим Kia, чуть бюджетнее, я тебе хочу сказать, что это просто небо и земля по звукоизоляции, по отделочным материалам, по эргономике. И здесь дизайн реально классный, современный. Очень удобная полочка для телефона, потому что, ну, как будто бы современные автопроизводители не знают, что у людей смартфоны есть. Один из немногих автомобилей, за последнее время я сказал, с которыми приходилось иметь дело, в котором приятны мелочи. Вот ты трогаешь – приятно, нажимаешь – приятно, здесь располагается так – приятно. Даже и без спорт-режима довольно-таки приятное ощущение и довольно-таки динамичное. И я хочу сказать, что эмоции, в общем-то, вызывает. И было бы круто каждое утро, каждый вечер их испытывать. Особенно хочется куда-нибудь на дальняк поехать на этой машине. Кресло очень удобное. Вот, я не хотел бы ни там эко-кожу, ни натуральную кожу в серединке. Здесь комбинированный вариант, то есть сбоку есть такая поддержка боковая. Не совсем, чтобы прям вот ярко выраженный спортивный ковш, но вполне достаточно, чтобы там динамично водить автомобиль. Очень приятная панель приборов, колодцы такие классные. Вижу, как отрабатывает робот, как меняются обороты. Все само, все комфортно. То есть, конечно, это намного приятнее классического гидромеханического автомата. не хочется из-за руля, из-за этого вылазить. 90 километров – это не для этой машины. Эта скорость, она прямо кричит, пришпорь меня, дай дай джазу. Хочет резвиться. Но эмоции, эмоции рождает, прям будоражит. Пожалуй, нужно ехать оформляться. Рада вам представить автомобиль Kia Ceed 3-го поколения. Он представлен абсолютно на новой платформе K2. Ввиду своего поколения получил, безусловно, новый дизайн кузова. Абсолютно всего. Начиная от колесных дисков, оптики, самого визуального его изображения. Преимущества по сравнению с предыдущим поколением могу отметить сразу. Это, безусловно, увеличенный клиренс. Автомобиль стал технологичнее. Появились такие помощники, как автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, чтение дорожных знаков. Думаю, это, безусловно, оценит молодое поколение. Это современно, прогрессивно. Также в сравнении как раз с предыдущим поколением произошли улучшения в плане агрегатов на автомобиль. Добавился, наконец, 1.4 Turbo. Наша спортивная версия с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Это 140 лошадиных сил. Безусловно, сохранился атмосферный вариант с мотором 1.6. Механика, автомат тут на выбор для покупателя. Этот автомобиль C-класса, как правило, предпочитают семейные пары. Современные семейные пары, которые любят активный образ жизни, любят размещение на заднем ряду пассажиров других, например, своих детей, либо кого-то из родственников. Намекаю на то, что автомобиль действительно вместительный. Начинают пространство в салоне. Достаточно большая колесная база. Удобно будет разместиться всем пяти пассажирам, заканчивая багажным отделением. Особенно в Kia Seat SV. Это, наверное, супер вместительный, не побоюсь, наверное, даже самый вместительный автомобиль в этом классе, представленный на белорусском рынке. Автомобиль Kia Seat в кузове Hatchback можно приобрести от 35,5 тысяч белорусских рублей. Это как раз за версию с мотором 1,6, 6-ступенчатой механикой. Версию с 140-сильным мотором 1,4 турбо. Можно приобрести за 49 тысяч белорусских рублей. Данный автомобиль можно купить с помощью кредитных, лизинговых программ. С удовольствием примем ваш автомобиль в зачет стоимости нового. При этом сделаем скидку на новый автомобиль. Владислав, рассматриваем автомобиль Kia Seat с мотором 1,4, роботизированной коробкой 24,550 стоимость такого автомобиля. Вы у нас второй раз покупатель автомобиля Kia Market. Очень приятно, рада, что остаетесь в рамках нашей марки. Для вас, безусловный, наш постоянный бонус. 2% скидка на стоимость автомобиля. Спасибо. 24,59 – это в долларах стоимость автомобиля. Насколько понимаю, аванс 13 тысяч – это в долларах. Да, у меня есть 13 тысяч долларов. Владислав, для финансирования нашего автомобиля могу предложить кредитную программу на остаток суммы. Остаток у нас 22,6 тысяч. Это в белорусских рублях, например, на 5 лет. Что скажете, такой срок подходит? Давайте посмотрим. Платеж в месяц получается 516 белорусских рублей. И равными долями на весь период. Здорово. Отлично. Тогда… А если на 7, например? На 7 лет 413 белорусских рублей. Требования кредитополучателю минимальные. Паспорт, личное присутствие, постоянное место работы в Беларуси. Все эти условия соблюдены в вашем случае? В моем случае, да. Отлично. Жду вас для покупки нового автомобиля. Спасибо, Виктория. Увидимся. Я рад, что все-таки нам удалось найти компромисс, найти что-то интересное, подходящее вам, согласно, опять-таки, вашим пожеланиям. Поэтому я уже поздравляю вас. Спасибо. С удовольствием. Спасибо огромное, что обратились. Спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Реамилия. Это новый проект на телеканале TNT International. Настоящее автомобильное реалити-шоу «Автоподбор». Меня зовут Валерия Рымарева. Мы были рады помочь сделать выбор. Выбор нового автомобиля в огромном списке возможных вариантов. Но если и вам нужна наша помощь в выборе нового автомобиля, пишите на наш электронный адрес. Автоподбор.абабайсобака.gmail.com Пока-пока. Пока-пока.